Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Игорь Анатольевич Яшин, депутат Рязанской городской думы. Здравствуйте! Добрый день! Игорь Анатольевич, сейчас общество волнует очень важный вопрос. Это вопрос повышения пенсионного возраста. Как вы к этому относитесь? Во-первых, я как здоровый человек отношусь резко отрицательно, поскольку вы прекрасно понимаете, что это, во-первых, нарушение конституционных прав граждан Российской Федерации, где сказано четко, что закон принимается только в интересах граждан, и их ущемление прав является нарушением Конституции. Поэтому повышение пенсионного возраста – это увеличение срока, когда люди не получают пенсию. В течение определенного времени мужчины – это в течение определенного времени, и женщины тоже. Ну а потом, посмотрите, что может получиться. Во-первых, выбивается сразу определенное время, которое тратилось на воспитание детей, внуков. И у нас получается, что в этот воспитательный процесс исключаются женщины от 55 и выше, если до 63. 8 лет выпадает. Также у нас с вами здесь наблюдается такой момент, когда мы не можем сказать, что же получится в конкурентной борьбе между молодыми и возрастными претендентами на рабочие места. И мы также будем говорить о том, что здоровье не улучшится от этого при работе. Если бы у нас была пенсии у всех жителей достаточной, можно было бы не работать и заниматься здоровьем, заниматься воспитанием детей и внуков, воспитанием подрастающего поколения, но они вынуждены работать. Поэтому это надо учитывать. И потом, кто спросил вообще-то жителей Российской Федерации, стоит повышать пенсионный возраст, не стоит повышать пенсионный возраст. Мы говорим о том, где взять деньги в пенсионный фонд и считаем там определенные дыры. Ну а почему тогда мы не говорим о застое в экономике, который в течение 10 лет, никого прорыва не наблюдается, но только в футболе прорыв больше нигде его нет, к сожалению. Я бы хотел сказать, что реформа коснется не только гражданского населения, и силовых структур, и военных структур, но сейчас наблюдается какая-то определенная индифферентность со стороны молодежи, которая наблюдает за всем этим как сторонний наблюдатель и считает, что это их не скоро коснется. Но, к сожалению, я очень беспокоюсь за своих детей, за своих внуков, которые придут к определенному возрасту и поймут, что они не заработали пенсию. И они поймут, что для того, чтобы пенсию заработать, нужно, в общем-то, работать до определенного возраста, который еще надо достичь. И поэтому, когда мы говорим, что у нас продолжительность жизни увеличивается, это еще большой вопрос. У нас с 1960 года продолжительность жизни пенсионера не увеличилась и не уменьшилась, осталась на уровне 16 лет у мужчин и 26 лет у женщин. Поэтому вот эта ссылка на то, что увеличение продолжительности жизни является как бы одной из аргументов при повышении пенсионного возраста. Но можно согласиться было бы с этим, если бы мы знали, что пенсионер живет у нас как на Западе, он может иметь возможность съездить куда угодно и отдохнуть, но он, знаешь, пенсионер совсем другого свойства. Он же вытягивает и по существу детей, и внуков на своих плечах. Давайте говорить откровенно по этому поводу. Поэтому увеличение пенсионного возраста для нашего пенсионера означает просто увеличение его мытарств по содержанию, по существу помощи. Мы говорим о том, что внукам и детям, я имею в виду, мы говорим о том, что в Китае содержат, допустим, дети родителей. Ну, тогда зачем мы эту пенсию откладывали, часть пенсии, вернее, часть заработной платы откладывали на то, чтобы пенсию у нас можно было получить как черную кассу. Но потом ее лишили на 8 лет одних и на 5 лет других. Поэтому это очень все не так просто. И я еще продолжаю настаивать на том, что это требует большого обсуждения. И если люди как бы это внутренне согласятся с этим и внутренне поймут, что в необходимости может быть, или там еще по другим аргументам, тогда это можно считать принятием решения. Но отдать на откуп Государственной Думе такой важный вопрос, я думаю, неправильно. И если мы говорим о том, что же в этой ситуации делать населению, то я бы предложил все-таки свое мнение выражать. В законном установленном порядке это выражать мнение, влияя на мнение депутатов Государственной Думы, поскольку их избирали люди, их избирали для того, чтобы они защищали интересы. И когда без мнения жителей принимаются решения, это в корне неправильно. Это дает к тому, что нарастает определенная напряженность социальная, которая совершенно не нужна нам в результате внешних достаточных влияний, я имею в виду, в санкции. Поэтому мы должны быть сплоченным обществом, мы должны верить и каждому, и всем власти, придержащим. Но сейчас это определенное какое-то недоверие, поэтому я думаю, что надо его срочно преодолевать и принимать во внимание мнение большинства населения по пенсионной реформе. Оно однозначно 90% против. Но в то же время, как гражданин, понимаю, что есть проблемы с бюджетом, но их проблемы надо решать. Поэтому необходимо вводить зарплату из тени, необходимо смотреть на налогообложение, поскольку у нас определенные отрасли имеют льготы, которые совершенно не обоснованы. И хотелось бы, наверное, подумать о прогрессивной шкале налогообложения для тех, кто получает больше, должны платить больше. Так везде во всем мире у нас плоская шкала, и поэтому тут надо поискать и деньги. Я вообще-то уверен в том, что деньги есть, но только они почему-то ориентированы на то, чтобы была льгота для богатых, и проблемы должны решать бедные. Вот это неправильно, в принципе. Игорь Анатольевич, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня. Спасибо, спасибо. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова